Любовь однажды, мне этого хватило, мне кажется, второй раз спасать такую любовь, ну, у меня просто сил не хватит, желания, вообще такого нету даже, даже если отбросить желание, то взять, у меня просто нет на это даже силы, и вообще ничего, мне это, ну, не надо. Ну, вы просто вспомните, ну, если честно, это сейчас я вспоминаю тот период, который я прожила на Сейшелах со смехом где-то, но вообще-то это было очень жестко, это было чересчур жестко, и другая женщина на моем месте могла бы, ну, сильно сломаться. Я не думаю, что это очень приятно, видеть, как твой муж сует, муж законный, когда ты спишь с ребенком, тебе показывают видео, как он, ну, в нее входит. Но я не думаю, что... И это была не единственная, как бы, как сказать, проблема в наших отношениях, было еще помимо этого всего очень много, поэтому какой смысл вообще находить нам, как крипа, каким-то шоу, что-то списать, для меня это честное удивление. Я большая молодец, если честно, считаю, что я нашла в себе силы нормально с ним общаться, дружить, любить его как родственника, относиться к нему как к другу. Я считаю, что это... Я считаю, что я в этой ситуации... Ну, не то, чтобы поступаю мудро там или не мудро, у меня просто нету к нему ненависти, и иногда это даже меня очень раздражает. У меня вообще не особо нету ненависти. Вот у меня даже есть моя лучшая подруга, да, у меня была подружка одна, которую я терпеть не могла, но у меня не было выбора. Я понимала, что из-за любви к своей той подруге, да, она у меня как сестра была, я должна либо принять эту девочку, либо ненавидеть, либо полюбить, либо ненавидеть. Я понимаю, что с чувством ненависти я бы жить не хотела, и поэтому я её полюбила, и сегодня я очень её люблю. Также и с Валерой. Я понимаю, либо мне надо жить и всю жизнь его ненавидеть, а я не хочу жить таким внутри себя, но это правда. Я считаю, что жить со злостью и гневом внутри себя – это тяжело. Я так жила на Сейшелах, это очень тяжело, и я не хочу больше... Я не хочу такого для себя. Я хочу видеть свою жизнь. Я хочу видеть свою жизнь с улыбкой. Я хочу думать о том, что у меня было, да, что-то прошло, и для меня это колоссальный опыт. Я очень всем за это благодарна, и я думаю, что виновата тоже во всём этой жизни. Ну, как бы, каждый виноват... Не то, что виновата, нет, не то, чтобы виновата. Я сама построила свою жизнь так, сама попала вот в это, так скажем, дерьмецо, и некого винить. Я только должна сделать выводы, не более того. Вот. И когда мне начинают что-то говорить про Валеру, там какие-то... Какие-то вы хотите помириться, и ещё что-то. Ну, мне кажется, дураком надо быть, чтобы такие вещи не понимать. Просто все забыли, да, моё нахождение на Сейшелах, как мне было тяжело, и как я оттуда убежала, извините меня, с маленьким грудным ребёнком. Ну, это того не стоит. Тата, почему ты не уехала на ПМЖ в Монако? Ведь уже март, ну вот скоро уезжаю, в двадцатых числах. Все так переживают за моего жениха, за мою поездку, как будто, я не знаю, это ваш жених и ваша ПМЖ в Монако. За меня можете не переживать, я на спаси свою любовь не еду. Вот. Мне... Я сделала немножко другой выбор. Я уже своё, мне кажется, на проекте отжила. Я очень люблю проект, я очень ему благодарна, если честно, за всё. Люблю всех сотрудников, честно. Я очень любила общаться с сотрудниками всегда, у меня очень много там друзей, и дедушка даже. Но всё равно... Ну, это не то уж, нет. Я сейчас не готова к такому. Я бы это прожила в своей жизни, больше не хочу. Это был колоссальный крутой, интересный опыт, он мне дал очень многое. Вот. И... Ну всё. Только если ведущий на ведущей, меня никто не зовут. Никто не зовут. Точнее, никто не зовут. Вот. Такие дела. А сейчас что? У меня, блин, программа максимум. Я, как всегда, настоящая стрекоза. Ничего не делала весь месяц, ну, грубо говоря. И сейчас я вот выбираю билеты, смотрю либо 21-го числа, либо 22-е. И так получается, что у меня 17-го, 18-го, 19-го, 20-го у меня идут съёмки прям подряд, а в какой-то день у меня даже две съёмки. И ещё мне до этих чисел, получается, мне нужно успеть покрасить голову, сделать маникюр, сделать педикюр. Короче, куча всего нужно мне сделать. И я всё это оставляю. Но потом сегодня вот я пока дома, потому что мне с ребёнком осталось. Сейчас попозже выйдем, куда-нибудь хоть с ней съездим. И всё, завтрашнего дня у меня просто, ну, с тобой начинается подготовка. Ну, даже не завтрашнего дня, послезавтрашнего дня. Вот. Так, глупый вопрос. Больно ли рожать? Кстати, вы знаете, я не могу сказать, что рожать больно. Я рожала сама, и я не боялась того, что, знаете, самое главное, не думать о том, как тебе будет больно. Лично я, когда летела в роддом, я была такая счастливая. Вы не представляете, я была самая счастливая, потому что я так устала ходить пузиком, особенно за последнюю неделю, оно стало просто вот таким гигантским. Я была просто как Тумба Юханссон, вот всё прям за неделю. И я понимаю, что я уже, что мне даже лежать уже не нравится. Вот прям не нравится мне лежать. Я думаю, боже, поскорее бы разродиться, поскорее бы уже увидеться со своим ребёнком. И моя главная мечта была, это встретиться с Бетечкой. Ну, так мне интересно, я так хотела с ней познакомиться. И родить. Вот это была моя мечта. Всё, поскорее её, чтобы мой живот, короче, поскорее был свободен и поскорее познакомиться с ребёнком. Всё, это было два моих самых ярких желания. И когда я проснулась, я встала с кровати, у меня отошли воды. Я говорю, всё, поехали в роддом. А причём у меня складки были всю ночь. У меня есть приложение, типа, которое считают. И вот мне приложение всю ночь показывало, что мне нужно ехать, там, у меня животик болел, что нужно ехать в роддом. Ну, слишком, интервал был такой быстрый. Мне Валера говорит, всё, всё, поехали, программа тебе показывает, что нужно всё ехать в роддом. Я говорю, нет, никуда я не поеду. И я встала, поехала в роддом, только когда я встала в 7 утра, я встала с кровати, у меня сразу отошли воды, я была такая счастливая. Я побежала краситься, там, я не знаю, умываться, всё. Я на пятницу пурилась такая была довольная. Говорю, Валера, заказывай такси, погнали. И всё, я прибежала в роддом, я говорю, всё, 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 давайте быстрее у меня. Они такие, нифига у тебя раскрытие какое большое. И всё, я была на большом раскрытии, и, наверное, я минут за 20 родила, реально, минут за 20, ну, может быть, за 30. Я вот так лежала, и всё, когда уже пошёл весь этот процесс, у меня, ну, это очень всё быстро было, потому что я уже приехала с раскрытием большим. И всё, и стоит Валера на меня смотрит, и показывает мне, что там происходит, рассказывает. Я вообще, конечно, я никогда не забуду, прикольно было. Я была очень счастлива, я не чувствовала боли. Я слушала так своего доктора. Я, кстати, очень рада, мне очень понравилась мой доктор Караганова Елена. Вот, она очень классная, она такая строгая, что мне понравилось. И очень чёткая и конкретная, то есть не было никакой воды. Вот она как говорила мне дышать, вот как говорила мне там ножку как-то поднимать, где-то в каких-то моментах помогать мне, всё, я делала. Я вообще ничего не слышала, кроме её слов, ничего. Я никогда не ходила на подготовительные занятия. Ну, там, знаешь, как правильно дышать, как рожать, вот весь этот бред, я, ну, как бы не смотрела. Ну, может, это не бред, но лично для меня это не моё. Вот, и я, значит, пришла туда, я её слушала, просто вот, я ничего не слышала, кроме её. И всё, 20 минут, или, может, 30, я родила. Она такая нифига, какая-то сильная. И всё. Ну, я была очень рада. И причём, знаете, я очень боялась, что у меня будет мальчик, потому что мне все говорили, изначально, когда я была беременна, я думала, что у меня мальчик. Мне все говорили, что у меня мальчик. Потом я уже сходила на УЗИ, и мне всё равно все предложили говорить, что у меня мальчик. Потом я опять ходила на УЗИ, мне опять говорят, что, ой, точнее, наоборот, что девочка. Я опять иду на УЗИ, мне опять говорят, что девочка. Я говорю, точно девочка? Такие, да-да-да, точно-точно. И я уже иду в роддом, и мне дед говорит, типа, вот увидишь, что я по-любому мальчик. Я думаю, господи, я уже знаю. Я говорю, да что ты, говорю, бред несёшь? Говорю, мне уже 20 раз врачи сказали, что у меня девочка, а не мальчик. И он такой, вот увидишь, вот увидишь. И всё, я родила, я вспоминаю такая, отключилась от словского врача, вспоминаю. Я говорю, Елена Караканова, посмотрите, там точно девочка. Она такая девочка, девочка, типа, не переживает. Ну и всё, вот так я родила свою первую девочку. Так сказала первую девочку, у меня их 805 девочек здесь, которых я уже родила на прошлой неделе. Вот. И я вам объясню, почему я так быстро родила девочки. Потому что моя главная цель, это было родить, это встретиться с ребёнком, это поскорее, как бы, вот быть свободной внутри себя, да. То есть поскорее, вот чтобы у меня не было вот этого вот огромного жиданта, вот этой тяжести. Мне хотелось очень сильно родить. И это было реально моё огромное желание. Это было прям, ну, представляете, я бежала за своей мечтой, можно сказать. Поэтому. А вы, девочки, многие из вас едут в роддом не за своей мечтой, а едут в роддом со страхами. Потому что, конечно, у меня тоже были страхи, там, на месяце седьмом, когда ещё не очень был большой животик, я такая вроде вся была аккуратненькая, беременная. И такая, думаю, ой, а вдруг я умру, когда буду рожать? А вдруг там, я в кино каком-то видела, а вдруг там со мной это сочи... А вдруг это так больно, что вот с ума сойти, я там где-то в интернете прочитала, что то же самое, что сгорит заживо. Ну, короче, бредятину, которую какую-то думала. И я прекрасно понимаю, что болевой порог, он у всех разный, но болевой порог очень сильно зависит от самовнушения. Если ты себе как бы каждый день говоришь о том... Ну, если ты себе бы внушила, что действительно ты бежишь за своей мечтой, и вот-вот наконец-то свершится то, о чём ты мечтала больше всего на свете, то, конечно, ты эту боль не чувствуешь. Ты относишься к ней по-другому, ты относишься к ней уже не как к боли. Вот так. Нормально? Сказала. Вы меня поняли? Такие дела? Блин, дальше. Что дальше? Я что-то не так сказала опять? Или что? А я там во всех группах, короче, пишу. Какой-то парень есть такой. Ну, страшненький такой. Ну, даже не знаю, как его описать. Ну, я не знаю. Короче, есть какой-то парень. Короче, есть вот парень, который типа изображает там, не знаю, некоторых участников или вообще делает какие-то типа видосы похожие на них. И вот он всегда меня стебёт. И все в комментариях пишут, какая я тупая, там, страшная и так далее и тому подобное. Блин, а мне кажется, наоборот, радоваться должны. Что я в свою жизнь приношу радость и улыбку. Не знаю, мне кажется, блин, вот эта жизнь, прикиньте, постоянно за кем-то следить и пытаться вот как-то типа человека унизить. Мне кажется, так смешно. Ну, не то, что смешно, нет. Ну, это как-то скудно, наверное. Татуля, ты прекрасно выглядишь. Есть ли секрет? Секрет какой секрет? Надо меньше жрать. Больше, девочки, никакого секрета нет. Не ищите никакие секреты. Там не нужно изобретать велосипед, там, где его уже давным-давно изобрели. Ничего вам не поможет, кроме правильного питания, спорта или вообще ничего, там, так скажем, не кушанья. Больше ничего не поможет. Батюшка сейчас спит. Уже 5 часов, 6.30, ой, 4.30. Надеюсь, минут через 30 она встанет. А если не встанет, то уже освободится. Так, ребят, вот все, кто пишет мне, что я страшная, там, еще что-то, ничего против вас не имею, если честно. Вы меня как бы не особо напрягаете. Но мне кажется, что для вашего же блага лучше было бы отсюда выйти, потому что... Ну, неужели тебе приятно смотреть на страшного человека? Ну, зачем? Ну, как, я не понимаю просто. Сделай в своей жизни то, что тебе принесет удовольствие. Порадуй себя. Вот. Вот так, ну, даже низко. Представляешь, как ты себя не любишь, как ты себя ненавидишь, какая-то озлобленная на мир, что ты готова сидеть, строчить гадости людям. То есть не тепло дарить, да, какую-то любовь, значит, от того, что в тебе живет. Вот люди всегда дают, знаете, нельзя, невозможно прийти к лягушке, да, и говорить лягушке, типа, которая квакает всю жизнь, и говорить ей, типа, слушай, лягушка, почему ты не мяукаешь? А лягушке пофигу, она всю жизнь квакала, и она и будет квакать. А ты к ней приходишь, и ты хочешь от нее какого-то другого мировосприятия. Но она может только дать только свое квакание, потому что она лягушка. Точно так же и здесь. К сожалению, вот когда ты пишешь мне, что я страшная, что я урод, что я еще что-то, это единственное, что ты можешь дать миру. Это свою озлобленность. Начни немножечко с тебя. Пускай я буду страшная, пускай я буду ужасная, пускай я буду там еще какая-то. Но дело ведь не во мне. Это ведь внутри у тебя беспокоят вот эти все гадости. Ведь дело не в том, красивая я или некрасивая. Для кого-то я безумно красивая, для кого-то я некрасивая, для кого-то еще какая-то. Но люди об этом не говорят, потому что когда мы идем по улице, я, например, не распределяю людей на страшных и не страшных. Я когда иду куда-то, я увидела мужчину или женщину, мужчину какой, какой мне понравится мужчина, моего типажа, которого я считаю красивым. Я иду к этому, о, красивый там. Или девочка, ой, какая красивая. Но я не думала про остальных, типа, боже, какие они все страшные, какие, о, наконец-то красивый где-то там показался. Ну, мне кажется, не стоит так жить. По крайней мере, мне кажется, это не меня трогает. Это в первую очередь должно трогать вас. Не слушай никого, мы не можем нравиться всему миру, пишет мне. Людочка, Люда, привет. Понятное дело, что мы не можем нравиться всем, и я не пытаюсь доказать обратное. Я просто пытаюсь показать людям, что, ну, как бы, я, наоборот, рассказываю о том, что человек мне просто больше ничего не может дать. Он не может мне сказать ничего хорошего, потому что у него хорошего нет внутри. Он бы дал, если бы мог. Да, у вас брови-татуаж нет, у меня брови свои. Вот они, мои волосатики. Я их просто чуть-чуть подкрашиваю, и все. Неужели попала на твой эфир? Почему? Ну, я уже, вроде, закончила говорить что-то умное. Я просто сегодня несколько минут была умной, а мне все говорят, вот. Ну, кто-то там пишет, ой, это она там себя там что-то ли не все передела, наверное, мозги у нее вытекли, еще что-то, еще что-то. Мне кажется, вот мозги вытекли у тех, кто свою жизнь тратит на высерд других. У меня все нормально под этим. Я не могу сказать, что я, там, не знаю, живу в роскоши какой-то нереальной, но я живу нормально, хорошо, я не жалуюсь. Вот. Такие дела. И все, что я имею на сегодняшний день, я не говорю, что я, что-то у меня есть большое, потому что у меня другие понятия, да, о возможностях людей. Я считаю, что по сравнению с моими, там, друзьями, да, очень богатые которые, у меня, конечно, ничего нету, но то, что даже я смогла построить, я построила сама, там, за какие? За три с половиной года. И я все равно считаю, что я молодец. Я взяла машину, залезла в ипотеку, пошла на дом, набрала себе подписчиков, которые тоже на сегодняшний день, это вклад в мое будущее, это дает мне, там, деньги, рекламу, популярность. Я считаю, что за три с половиной года, это, ну, даже, может быть, почти четыре. Для меня, как для девочки, которая сюда приехала одна, из Китая, это нормально. И я далеко не тупая. Вот тупые, кто вообще ничего не может сделать? А я считаю, что я с собой горжусь. Я с собой, я, знаете, я очень такая, я такой человек, что я всегда с собой недовольна, и я себя очень редко хвалю. Но в последнее время я стала учить, ну, как бы, прям, учить себя, что нужно себя благодарить обязательно. Если ты проделываешь какую-то тяжелую работу, ты должен обязательно себя поблагодарить. И когда вы думаете, что я, там, какая-то смешная, где-то там, типа, какая-то тупая, у меня нет проблем или еще что-то, естественно, это не так. У меня тоже куча всего. На меня очень много обязательств, документальных и недокументальных, и, в общем, у меня куча всего. И я это все решаю сама, и очень постоянно вот так идут денежные вопросы, то туда, то сюда. И все эти, как бы, немаленькие суммы. Я, как бы, сама из этого всего выкручиваюсь, я считаю себя, ну, что я молодец. Не знаю, я не... Дура, это та, которая, я не знаю, бросила своего ребенка, которая, я не знаю, спит с мужиками за деньги. Да и то, наверное, это тоже не дура. Дура, это которая... Я даже не знаю. Ну, назвать себя дурой я не могу. Человек, который говорит на пяти языках, который закончил школу при посольстве, который, извините меня, закончил университет в Китае. Я не говорю, что я умная, но я не глупая. И то, что я себя пытаюсь как-то... Я не то, что пытаюсь, то, что я всегда нахожу себе силы на позитив, и я себя настраиваю так всегда. Даже иногда, когда у меня все очень плохо, там я поплачу-поплачу, через часики опять начинаю смеяться. А вчера, вот вы не представляете, я просто не захожу всегда прямой... Я захожу в прямые эфиры, там, когда мне, наоборот, хорошо. Когда мне плохо, я вообще не хочу пользоваться Инстаграмом. Потому что мне надо решить кучу своего вот этого дерьма, и вот это все вот так выливается. И у меня нет как бы желания рассказывать людям о том, как мне, например, в данный момент что-либо решить. И у меня нет на это времени. Я понимаю, что мне нужно здесь и сейчас решать. То есть у меня нет времени впускать слюнки или сопли, наматывать на кулак. Я знаю, что мне нужно решать, потому что это все, я иду в бой. Все. Потом я, когда понимаю, что я все сделала, что я молодец, я себя хвалю, я собой радуюсь, это дает мне силы, позитив, любовь, счастье, все, я счастлива. И я поэтому могу улыбаться. Конечно, я всегда так живу, но не всегда... Конечно, ко многим вещам я пришла тоже не сразу. Так, подождите. У меня тоже, когда плохо, ничего не могу не делать. Нет, я все делаю, но, конечно, мне не хочется заходить там в интернет. И не то, что не хочется, у меня нет времени, потому что, помимо того, что я... Все равно у меня достаточно такая активная жизнь, и я не всегда могу сидеть здесь. Хотя очень надо, очень хочется. Не могу всегда сидеть, когда мне надо кучу всего решать, когда прям наваливается много. А так, почему нет? Бетти очень сладенькая. Но это, честно говоря, старый сторис, и до этого тоже соска я выставляла, где на все точках лежит. Это тоже очень старый сторис. Весной бывает апатия. Нет, у меня нет апатии, ребят. Я обожаю жизнь. И знаете, что я поняла? Я очень люблю людей. Я очень люблю людей. Я не представляю своей жизни без людей. Это так круто. Так рада, что есть люди, блин, вот представьте себе, что вы просыпаетесь, и все, людей больше нету, никого только ты один. Это ужасно. Нет. Я очень люблю людей, и я очень счастлива, если иногда, даже какие-то, если делают про меня шутки, даже если там где-то про меня что-то говорят, какие-то пародии делают. Нет, наоборот, даже нравится, потому что, ну, если я могу вызвать улыбку на лице другого человека, мне это, естественно, приятно. Ну, не злую, естественно, а какую-то добрую. Ну, это хорошо. Ну, у нас, к сожалению, люди многие, они всегда хотят вот как-то типа задавить или там. Ну, это слабость, поэтому они слабые люди. Духовно очень низкие, неразвитые, короче. Тата, ты очень мало отвечаешь на вопросы. Ну, я беру какую-то определенную тему, как бы ее пытаюсь вам как-то свое мнение про нее рассказать. А если я буду на каждый вопрос отвечать, там, как дела, нормально, где Бетти Спид, а Дом-2 сценарий? Нет. Ну, так надо отвечать. Я думаю, что так будет не очень интересно. Так, это есть в одноклассниках? Нет. У меня нет в одноклассниках. У меня вообще людей нет. Ты же была одна на обустроенном острове со всеми удобствами. И что? Причем здесь это? Причем здесь отдых на острове и жизнь без людей? Я же не собираюсь, я же не Арбинзон Крузо, я не собираюсь, как бы, я не пятницы не собираюсь там на пляже жить. Блин, мне так хочу загореть. Тата, слышала, что Валера говорит, что ты позабыть не можешь и любишь. Я что-то видела такое в этом, в анонсе о каком-то, но я не стала никак ничего говорить, даже неинтересно. В принципе, если он так хочет думать, он может так думать. Я не буду доказывать обратно или не обратно, мне без разницы. Люблю я только себя и своего ребенка. Ну, точно не Валера. Сиськи не хочешь сделать? Нет, не хочу. Мне уже много раз предлагали и сотрудничество, и все одно. Я не хочу делать грудь. Меня устраивает моя грудь. Вот. Мне все нравится. Мне ничего не беспокоит. Таточка, красивая девушка. Спасибо. Мне очень приятно. Так, ну что, я, наверное, поскочу, поскочу, пойду. Я сегодня какая-то, видите, у меня такая сегодня энергетика, она... У меня хорошее настроение, но не энергичная. Она такая у меня более монотонная. Блин, короче, 21-го, 22-го влетаю. Я прям жду, не дождусь. Если честно, прям не могу уже. Очень хочу скорее уехать. Я хочу в тепло. Я не хочу. Я хочу видеть море. Я не хочу видеть Москву. Белечка не ходит в садик. Я хотела ее устроить, но потом поняла, что нет никакого смысла, потому что мы... Вот сейчас уже улетаем. Осталось совсем чуть-чуть, и... И чё, и всё. Я очень рада. Блин, очень круто. Ведь все мои... Все мои злопыхатели очень сильно огорчатся, потому что они так мечтали, что меня... Как они пишут? Ну, я не знаю, почему они так его называют, но я повторю это слово, что вот мой монахский принц там или монахский... Этот меня бросил, и всё такое. Какой-то вредный суд, что непотребная, страшная баба, которая никому не нужна. Так. Я улетаю в 20-х числах, сейчас вычекаю билеты. Я просто не могу понять, из-за кое-какой съёмки, ещё и из ресниц. Не могу понять, какую дату выбрать. А там разница в билетах немаленькая. Кстати, прикиньте, один день всего лишь разница... точнее, да, один день разница, а разница в билете что-то 10 тысяч, по-моему. А мне надо брать 3 билета. Поэтому хочу сейчас подгадать, чтобы было... чтобы все билеты были. вот... Так. Моя... Ладно, не буду отвечать. Дай Бог тебе счастья. Спасибо. Во сколько ложится бы эти... Вам какое дело? Один вопрос. Ну, если честно, я не видела, что там было этих вопросов много, но я представляю, что их наверняка много. Ну, действительно, ребят, ну, какая вам реально разница, во сколько ложится бы эти спать? Ну, это как-то... Я вот даже не представляю. Вот у меня есть подруги даже, которых я очень люблю. У них есть дети. И я им такая звоню. Слушай, Дашка, во сколько твой ребенок ложится спать? Почему он у тебя в час или в 12 еще не спит? Мне кажется, это абсолютно не мое дело. Это дело моей подруги. Она сама разберется, как ей жить. Во сколько я ребенку ложится спать и все остальное. Тата, иди готовь ужин. Кстати, вот это тоже у меня очень парадоксальная для меня вещь, когда люди мне пишут... Вот, кстати, это меня отталкивает еще больше, чем... Кстати, вот мне ничего так не бесит, как вот это. Когда люди начинают мне указывать, что мне нужно делать. Тата, иди приготовь ужин. В смысле вообще-то кто? Ну, как вот ты... Одно дело спросить, Таточка, ты не хочешь приготовить ужин? Или ты планируешь ли ты сегодня готовить ужин? Нет. Тата, иди и готовь ужин. Ну, вы как бы... У вас там есть муж, я не знаю, кто это может... Жена там, я не знаю, кто угодно. Командуйте дома сколько хотите. Вот свои вот здесь наполеоновские комплексы на меня вымещать не надо. и пытаться доказать свою какую-то вот здесь сейчас значимость. Вот топнула такая ногой, и я такая побежала. Участие, конечно, все приготовлю, моя дорогая. Нельзя никогда указывать вот в таком тоне. Это ужасно. Даже не тони, а вот так иди это сделал. Сними эту шапку, сними это платье. Девочки, ну я вас умоляю, вы так в городе не ходите, вы себе такие вещи не позволяете. У меня бадечку проснулся, мой котик. Мой кот, забида, забида. Доброе утро, моя любовь. Привет, мой котик маленький. Привет. Спит, маленькая. Спи, мой зайчик, спи, моя принцессочка, спи. Так, а ты знаешь государство Кыргызстан? Конечно, я знаю государство Кыргызстан. Какая бы ни говорили, что я тупая, но уроки географии у меня были. Знаешь, что такое Кыргызстан? Знаешь, что ваша столица Бешкек? Знаешь, что у вас есть потрясающее место? Иссыкуль. Куда едут из Казахстана? Из Кыргызи? Отовсюду. И, короче, передаю вам большой привет, Кыргызи. Вот. Какие, короче, пироги. Ветечке один годик и восемь месяцев. Привет, Ветечка. Моя кошечка, моя неженка, мою кучу, кучу, кучечка. Мои ножки сладкие. Так, ты была в Казахстане? Да, я была в Кыргызстане. Ой, в Казахстане. Моя Бусь. Моя кошечка. Сладкая у меня лежит такая. Так. Ребенок плачет, удели внимание. Я не знаю, вы слышите, что здесь кто-то плачет? Какие тебе... какие духи наркотик ты упоминала? Я напоминаю наркотик влюх. Сегодня херово накрасилась, если честно. А может, не херово, просто свет очень плохой. Вашечка спит, да. Она просто проснулась, так немножечко покуксила. Я пришла, села, и она опять вырубилась. Ей главное, чтобы я была рядом. в Казахстане.